Добрый день, уважаемые зрители! Московское время 17 часов 30 минут. Начинаем нашу трансляцию среднесрочный анализ валют курсов. С вами Эдуард Сулгатуллин, я жду вашей реакции. Ваши плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально. Отреагируйте, пожалуйста. Так, вижу, что все хорошо, замечательно. Давайте начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики. Посмотрим, что сегодня выходило. По Германии сегодня потребительское доверие было достаточно неплохое. На этих данных европейская валюта укреплялась, но потом сейчас сдают свои позиции. Сейчас, в общем-то, на хороших данных начинает отыгрывать все в обратную сторону. То же самое у британцев были розничные продажи, годовые и месячные данные показали хорошую положительную динамику. Розничные продажи без учета топлива тоже самое выросли, то есть все-все-все показатели росли. Реальный месячный тоже вырос. На этих данных тоже британец укреплялся, а вот сейчас, уже потом, когда пошли данные по Соединенным Штатам, первичные заявки на пособие по безработице хорошими оказались и очень неплохой основной индекс деловой активности. Деловая активность в секторе услуг тоже показала хорошую положительную динамику. Одновременно с этим, чуть позже, в 16.30, вот это у нас здесь, да, выходил выступление Банка Канады господина Полоза было. Вот сейчас все, собственно, идет под, как бы, под знаменем, под маркой укрепления американского доллара, поскольку данные достаточно неплохие по Америке. Вот американский доллар сейчас в моменте укрепляется практически ко всем мировым валютам. Что еще сегодня нужно сказать из макроэкономической статистики? На Ближнем Востоке очень обострилась ситуация, наверняка все в курсе, да, саудиты объявили там войну, сказали, что будут помогать, будут помогать активно, и на фоне этого взлетали очень высоко нефтяные котировки, потом все это немножко отыграло тоже, и укреплялась наша с вами национальная валюта на этих данных о том, что сейчас происходит в мире. Чуть позже, в 18.00, нас ждет уровень промышленной активности Федеральная резервная банка Канзаса, посмотрим, каковы будут данные, и 20 часов в размещении семилетних облигаций. Здесь все связано с доходностью. Если доходность будет расти, это плохо, снижение доходности это, естественно, будет хорошо для американского доллара. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, я жду вашей реакции по макроэкономической статистике. Если есть вопросы, обязательно напишите слово есть, коротенькое, потом я подожду, сделаю паузу, пока вы напечатаете свой вопросик. Если же вопросов нет, то поставьте плюсик. Снижение доходности, конечно. Рост доходности, снижение доходности хорошо, рост доходности плохо. Иван, вы меня сбиваете. Рост доходности плохо, снижение доходности это хорошо. Так, вопросов нет. Идем дальше, смотрим, как выглядит ситуация с технической точки зрения. Вот у нас фьючерс на индекс американского доллара сдавал свои позиции. И вот, как я уже сказал, сейчас в моменте на американских данных немножко начинает отыгрывать в часах, и это выглядит вот таким образом. То есть практически все основные мировые валюты имеют примерно вот такую же одинаковую картинку, только прямые котировки также выглядят обратно и зеркально перевернутые. То есть вся разница. То есть у нас чуть-чуть более-менее поправилась сейчас. С индексом американского доллара он стал получше, нет вот таких вот дырок, но все равно еще пока что совершенно неполноценные котировки. Вот, но это уже лучше, это лучше, чем ничего. На дневном фрейме у нас цены опускаются ниже своего среднемесячного значения, и среднемесячное значение уже потихонечку разворачивается в противоположную сторону. Теперь смотрим шестерку мажорных валютных пар, которые составляет этот индекс американского доллара. И, как обычно, традиционно начинаем с просмотра пары евро-доллар. Евробакс. Тренд нисходящий, тренд восходящий. Индикаторы просто в прямую друг другу противоречат. Здесь в фазе отката, здесь в фазе импульса, но фазы уже нам не так важны, поскольку сами доминанты по направлению съедают друг друга, просто нивелируют. Здесь у нас доминанта медвежья, здесь бычья. Соответственно, раз они друг на друга накладываются, получается, что вообще никакой доминанта нет. Поэтому по евро-доллару сегодня сидим на заборе, курим бамбук и сделок не совершаем. Единственное, просто ради интереса, вот покажу, да, в зеркально перевернутой ситуации, как по фьючерсу индекса американского доллара, только снижение чуточку больше было. Вот здесь вот на германских данных евро немножко укрепился, а потом, как данные перестали работать по Германии, все пошло вниз. Британский фунт, который стерлингов. Тренд нисходящий в фазе импульса, тренд восходящий, тоже в фазе импульса. Импульсные фазы у обоих индикаторов, но направление у них совершенно противоположное. Этот говорит, что доминанта медвежья, этот говорит доминанта бычья. Поскольку они находятся в прямом противоречии друг другу, то просто мы делаем вывод, что никакой доминанта нет, и сегодня ситуация не торговая. Тут мне вопрос на истории-то понятно, но как работает реально? Вообще-то я в риэлтайме все и рассказываю. Тот человек, который не на кириллице, а на латинце задает вопрос, мне не совсем понятен ваш вопрос, и я очень вас прошу быть вежливым, пожалуйста. Пока я рассказываю, не пишите ничего. У нас тут есть свои правила. Вы здесь не один, помимо вас там 150 человек, поэтому не мешайте, пожалуйста, другим. Очень вас прошу, да? Я рассказываю это не на исторических данных, мы проводим анализ текущей рыночной ситуации. Поэтому возьмите себя в руки, пожалуйста, и успокойтесь. Итак, идем дальше. По британскому фунту у нас с вами то же самое, да? Сегодня день не торговый, поэтому мы с вами находимся вне рынка, мы с вами сегодня не торгуем. Смотрим следующую валютную пару, австралийский доллар. Что у нас здесь? Тренд восходящий в фазе импульса, а вот здесь гистограмма понижается, находясь выше нулевой отметки, поэтому у нас здесь фаза отказа. Здесь совпадают направления доминант, бычье-бычье, но здесь у нас фаза импульса, а здесь фаза отката. Поскольку, опять же, фазы теперь не совпадают, как бы нам не было обидно, как бы не было неприятно, мы все равно сидим на заборе, курим бамбук и сделок с вами не совершаем. Сейчас мы находимся по всем трем котировкам, по всей триаде обратных котировок находимся вне рынка. Ситуация не торговая, курим бамбук и отдыхаем. Просто квадратно наблюдаем за всей этой квадратной ситуацией. Поскольку мы посмотрели триаду, задаю вопрос, что неясно, что непонятно, какие будут вопросы. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Но сначала напишите коротенькое слово «есть», чтобы я сделал паузу, чтобы меня потом не перебивали в тот момент, когда я буду уже что-то рассказывать. Поэтому вы пишите коротенькое слово «есть», я делаю паузу и жду. Поскольку нет слова «есть», я делаю вывод, что у нас нет вопросов. Все ясно, все понятно. И мы идем дальше, смотрим следующую триаду. Триаду теперь уже прямых котировок и начинаем, как обычно, с японской иены. Итак, что у нас по японцу? Давайте посмотрим. Тренд, нисходящий в фазе импульса, говорит один трендовый индикатор. Теперь нужно посмотреть гистограмму. Здесь со знаком минус 0.18, 0.6, здесь 18.30. Значит, гистограмма понижается, находясь ниже нулевой отметки. Поэтому у нас сегодня с вами торговый день. По трендовой консервативной торговой системе, а вот по диапазонной торговой системе, посмотрите, у нас сигнал в продажу есть, но у нас цены находятся в средней трети. А средняя треть у нас с вами не торговая. Поэтому мы по диапазонной торговой системе не торгуем. Сейчас цены ушли вниз, поэтому давайте я сделаю вот так. Уберу галочку, чтобы нам не мешал этот индикатор. И полноценно будем смотреть, что происходит здесь. Так, здесь у нас диверочки рисуются на индикаторе Momentum. Поэтому если будете открывать сделку, берете только половину объема, не более. То есть берете стандартный объем, которым вы работали бы, если бы этого дивера не было, делите его пополам. Теперь смотрим внутреннюю структуру. Посмотрите, прекрасно отработал наш канал, который мы с вами рисовали. Как раз цены его коснулись и ушли назад. Значит, сейчас идет отлив, волна отлива. Ждем окончания отливной волны. Как только отлив закончится, мы должны отследить начало формирования новой проливной волны. Об этом сообщит сигнал осциллятора в продажу, который должен быть сформирован и зафиксирован на этом четырехчасовом таймфрейме. Если будет сигнал, а после этого на часовом таймфрейме еще и консолидация, только в этом случае вы будете открывать сделку. Если будет сигнал, но консолидации в момент сигнала не будет и рынок трясти, то в сделку лучше не входить. Если же все срастется, будет консолидация, вы поставите отложенный приказ sell stop, определите точку выхода по стоп-лоссу. На четырехчасовом таймфрейме цель уже достигнута, но тем не менее у нас нет другой границы ценового канала. Значит, это будет уровень 118.40. 118.40 – это ваша ближняя цель. А стратегически можно рассматривать, но это уже торговля больше идет по диапазонной торговой системе. Здесь мы говорили с вами уже вчера об этой цели. 116 иен, еще 95 сен за 1 американский доллар. Вот примерно такой расклад по японской валюте. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, я жду вашей реакции. Если есть какие-то вопросы, обязательно напишите, пожалуйста, слово «есть». Так, и вам пишут. По иене есть ли день, осма закроется ниже предыдущего. У меня сигнал отменится. Не совсем понял, что вы говорите, Иван. А, если выше закроете, то, конечно, отменится. Поэтому будьте внимательны, пишите, потому что читаю, не пойму, о чем вы спрашиваете. Конечно. Если текущее положение, день, дел уже будет не таким, как сегодня выглядеть, то есть если гистограмма будет повышаться, все, значит, день будет уже не торговый. То есть у нас гистограмма должна быть всегда ниже, чем предыдущий день. Иван, это понятно, да? Жду вашей реакции. Отлично. Идем дальше. Смотрим следующую валютную пару, швейцарский франк. Здесь пересечение уже произошло, тренд нисходящий в фазе импульса, и нам нужно посмотреть, что происходит с гистограммой. Здесь со знаком минус нолик два ноля сорок девять, здесь минус нолик два ноля сорок восемь. Гистограмма повышается, находясь выше нулевой отметки, значит, здесь доминанта в фазе импульса, медвежья, здесь медвежья доминанта, но в фазе отката. Поскольку фазы не совпадают, значит, это консервативная торговая система, по этой консервативной торговой системе мы забираемся на забор и не торгуем. Курим бамбук, сделок не совершаем. Система просто не позволяет торговать, поскольку нет подтверждения индикаторов. Смотрим следующую валютную пару, канадец. Что у нас здесь? Здесь тренд нисходящий в фазе импульса, здесь даже визуально видно, да, что гистограмма повышается, то же самое. День не торговый, нисходящий в фазе импульса, здесь в фазе отката, поскольку фазы не совпадают. От ситка на заборе с курением бамбука и квадратные наблюдения в квадратный бинокуляр или монокуляр за этой квадратной ситуацией. То есть никакой торговли. Последний финансовый инструмент, который мы смотрим в рамках консервативной торговли, это золото. Посмотрите, что произошло. На тех утренних данных по нефти, которые были, укреплялось практически все. Все сырьевые товары росли в цене. Это серебро, не только золото росло. Газ вырос, нефть выросла. То есть очень много росло сырьевых товаров на этих новостях по Саудовской Аравии. Золото тоже выросло достаточно хорошо. Вырастало в моменте, вот если посмотреть, как это выглядело на часовой фрейме. То есть был достаточно активный рост, потом немножко прекратилось. Теперь опять отыгрывает. Значит, что у нас здесь по золоту? Поскольку фильтры смотрят вниз, отдается предпочтение только сделкам на продажу. Цена находится выше психологического уровня 1200. Значит, единственное, что у нас с вами остается, это отскок от верхнего уровня Дон Чиан. Если цены от него отскочат, на четырехчасовом таймфрейме будет сигнал осциллятора в продажу. После этого на часовом фрейме будет еще и консолидация. Все будет определять ваш депозит, позволяет ли вам открывать такие сделки. Если все складывается, пожалуйста, можете. В принципе, неплохая ситуация. Ставить отложенный приказ sell stop. Сами определяете, где будете входить. Я вам не подсказываю. То же самое ставите. Выбирайте, где вы поставите стоп-лосс. Главное, соотнесите. Вот величину вашего стоп-лосса, который он здесь будет, да, повторяюсь, не буду вам подсказывать. Это каждый принимает свое решение. Это должно быть как минимум в три раза меньше, чем движение, размер стоп-лосса к потенциальной прибыли. Поскольку потенциальную прибыль мы будем рассматривать на уровне 1142 доллара и 80 центов за одну тройскую унцию. Так вот, потенциальная прибыль должна быть в три раза больше, чем потенциальные убытки. Если система это позволит, можете попытаться открыть сделку. Если система не позволяет этого, то есть соотношение будет менее один к трем, значит вы сделку входить не будете. Я доходчиво объясняю. Жду вашей реакции. Нельзя нарушать алгоритмы системы, а уж правила управления капиталом, тем более, никогда, ни при каких обстоятельствах нарушать нельзя. Правила управления капиталом являются первичными, должны во всяком случае быть первичными в вашей торговой системе по отношению к вашим торговым сигналам и наборам вашей системы. Отреагируйте, пожалуйста, я жду вашей реакции. Все ли ясно, все ли понятно по желуду. Если есть вопросы, вы ставите, пишите слово есть и вопросик задаете, если нет, то ставите плюсик. Так, крупные участники могут заранее открывать завтрашнего ВПП США? Ну, они отыгрывать не будут, они могут готовиться к этому. Так, Алексей спрашивает, будьте добры, подскажите, как определить сам момент входа или момент выхода на лучшие значения или на каких курсах можно это изучать? Ну, я об этом уже говорил, неоднократно говорил и говорю, значит, технический анализ индикаторные методы, там разбираются сигналы осцилляторов, можете туда сходить. Как защищать свою бумажную прибыль, об этом рассказывается на второй части базового курса. Вот, анализ фундаментальных факторов вам поможет семинар, который так называется, фундаментальный или новостной анализ. Алексей, понятно, да? Ситуация нисходящая по золоту. Фильтры смотрят вниз, быстрый мувинг находится под медленным, значит, тренд нисходящий. Это не мои торговые системы, Анатолий. Ходите на обучающие курсы, там можно будет всё это обрести. Вопросы есть? Жду вашей реакции. Мы закончили весь среднесрочный консервативный анализ. Трудящийся просит показать агрессивную торговую систему, которая называется могучий аллигатор. Смотрим крокодила. Итак, евро-доллар. Крокодил. Пасть была открыта вверх, резкая смена направления. Побежал вниз, начинать торговать нельзя. Система не позволяет этого. Нужно, чтобы хищник заснул, вот как здесь. То есть пасть аллигатор, аллигатор должна быть полностью закрыта и вытянута. Спящий аллигатор – самый удобный момент для поиска начала торговли по этой агрессивной торговой системе. То есть аллигатор должен обязательно заснуть, вот как здесь. Должно быть очень узкое межфрактальное пространство, порядка 20-20 пипсов. Вот тогда это будет оптимальный вариант для начала торговли. Британец. То же самое с ситуацией, похоже на евро-бакс. Цены сначала пошли вверх, пасть открылась вверх. Это на утренних данных было. И затем все, побежал вниз. Кульбит с переворотом. То есть аллигатор разворачивает. Пасть была открыта вверх, теперь вниз. Начинать торговать нельзя. Ждем опять же, когда хищник заснет, проголодается. Пасть его сомкнется, глаза осоловеют и он будет очень голодным. Межфрактальное пространство, чем меньше, тем лучше. Австралийский доллар. Тоже достаточно похожая ситуация, только направление другое. Здесь было сначала вниз, потом вверх. Опять же, резкая смена направления, но нет той самой консолидации. Нет фрактальных опорных точек выше и ниже пасти аллигатора. И хищник еще по-настоящему пока что не заснул. Поэтому ждем, когда он полностью заснет и очень сильно проголодается. И пончик. Цены в пасти аллигатора. Ни о какой торговле не может быть и речи. Опять же, ждем, когда хищник проголодается. И будет удобный момент для поиска, для начала торговли. Вход по первому измерению по этой агрессивной торговой системе. Швейцарский франк тоже самое. Цены в пасти аллигатора. Ждем, когда хищник проголодается. Канадец. Точно такая же ситуация. Цена в пасти аллигатора. Начинать торговать категорически нельзя. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Мы закончили весь анализ. Будут ли у вас какие-то вопросы? Если вопросы есть, обязательно сначала напишите слово есть, чтобы я сделал паузу. А то вы начинаете судорожно печатать свой вопрос, но я к этому моменту уже отключаю трансляцию. Я не смогу ответить на ваш вопрос. Поэтому, если есть вопросы, всегда сначала пишем коротенькое слово есть. И увидев это слово, я делаю паузу. Вот сейчас я не вижу слов есть, поэтому я заканчиваю нашу трансляцию. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательными и осторожными. Берегите себя. Удачи всем.